Здарова всем ребят! Сегодня у нас будет достаточно интересное видео на интересную тему. Вообще сегодня на официальном портале Мира Танков вышла статья, и они правильно, на мой взгляд, делают. Они знакомят нас с разработчиками, то есть там представляют людей, которые занимаются разработкой игры, рассказывают, что, как они делают. Ну и вот сегодня рассказывал дизайнер игрового баланса. Вот, соответственно, он там много чего рассказал, как нерфят, принимают решение о нерфе или аппе танка. Вот, рассказал про колесные танки и артиллерию, про правила 25%, плюс-минус 25%, про попадание в землю, вот. Одноуровневые бои там многие просили, он объяснил, что он по этому поводу думает, возвращение снарядов голдовых чисто за голду и так далее. В общем, много всего рассказал, но это не предмет сегодняшнего ролика будет. Вот, там, знаете, так очень интересно, так невзначай проскочила одна, скажем так, пока что небольшая новость, но с интересным подтекстом. Да вы уже название ролика прочитали, вот, и понимаете. Я позволю себе, ребят, процитировать, чтобы не было разночтений, потому что тема пока что такая. Должно быть четко и понимать. Скоро начнется закрытое тестирование новой механики в мире танков. Огнемета. Огнеметный танк должен стать машиной поддержки ближнего боя с ограниченной дальностью стрельбы. Ну, удивительно было бы, если бы огнемет стрелял через всю карту. Разработкой новой механики как раз займется вот тот самый разработчик, который нам... О! Игровом, как он там называется? Дизайнер игрового баланса. Блин, вот придумают же название. О! Цитата. Огнеметный танк мы создаем исключительно силами Минской студии. К слову, ходили тут слухи у нас, что, ну, когда разделение было Леста и Варгейминга, соответственно, когда ВГ ушло, Леста приняла на себя управление танками, кораблями и танками Блиц, что, типа, здесь никакой разработки нет, Минская студия закрылась и так далее, нет. Я вам тут в одном из прошлых роликов как раз рассказывал, что активно в Минскую и в московские студии набираются разработчики. Ой, к слову, при этом Питерская, Леста сама Питерская была. Ну, сейчас, я так понимаю, у них офис и в Москве, и, как говорится, и в Минске и так далее. Вот, и, видимо, набрали команду разработчиков и пытаются делать, так сказать, первые шаги, потому что вы должны понимать, что вот тот вот огнеметный танк, о котором мы говорим, механика точнее его, это закрытые тесты, это даже еще не супертесты, то есть это разработчики пока что внутри компании пытаются начать, ну, какие-то новые механики придумывать, да. И раньше, вот, я точно знаю, ВГ подобные вещи, ну, делала очень и очень и очень скрытно, потому что, ну, реакция аудитории, она понятна, да, сырая, необкатанная механика, еще точно неизвестно, как ее правильно реализовать, чтобы она не ломала игру и так далее. Вот, ну, вот, взять в пример тот же самый экипаж 2.0, да, ну, несмотря на все плюсы, перспективы этого экипажа, ну, аудитории было воспринято не очень хорошо, и в целом направление уже на стадии супертеста закрылось, вот, а это еще закрытое, то есть это еще даже только концепции прорабатываются, как это может быть. Дальше продолжу цитировать разработчика. Часто слышу, что новые механики ломают геймплей. Не боишься, что огнеметный танк станет такой механикой? Ну, это, я так понимаю, разработчики там друг у друга интервью берут, ну, или какой-то отдел медийный берет интервью этого разработчика. И вот отвечает он, игроки с нами уже много лет, мир танков стал частью их жизни, они переживают за игру, поэтому любые изменения воспринимаются осторожно. Кто-то хочет больше нового контента, а кто-то наоборот, чтобы игру поменьше трогали. Но развитие игре нужно, и мы стараемся вводить изменения плавно, чтобы не разочаровать ни тех, ни других. По поводу механики огнемета нет, не боюсь, там все будет довольно сбалансировано. Подробнее об огнеметном танке мы расскажем немного позже. Ну, то есть ждите, на этой неделе, скорее всего, разработчики какую-то информацию уже завезут. Ну, неспроста они про это начали говорить. Что я здесь, ребята, услышал для себя? Первое. Разработчики Лесты делают механику отдельно от ВГ. То есть это не общая работа, это их как бы личное видение развития игры. Не знаю, будут ли они в дальнейшем вводиться в Европе или подобные там, допустим, если вдруг, вы сейчас должны понимать, что это с большой натяжкой, потому что закрытое тестирование, означает, что это не завтра появится, и даже не в этом году, и может быть даже не в следующем. Но если вдруг эта новая механика приживется и будет реализована, будет ли она выпущена для европейских, там, американских, китайских серваков, или это будет эксклюзивом чисто RU-регион, возникает большой вопрос. Надеюсь, что компании будут и в дальнейшем обмениваться контентом, потому что сейчас вы кто-то там для себя подумал, нет, пусть это будет эксклюзивом для RU. Я напомню, ребят, что лучше, когда вместе работаешь и что-то создаешь. Потому что сегодня тут не поделились, завтра там не поделились, и в результате все друг на друга разобиделись, разошлись, и игра пошла совершенно по разным путям. Мне все-таки хотелось, чтобы такого не происходило, и чтобы все наработки, они были общими. Но это мои как бы фантазии. Я пока что еще, как и вы, не знаю, как это могут быть реализованы. Я думаю, даже сами разработчики пока только какую-то общую концепцию обнеметных танков для себя вырабатывают. Будет ли это одна машина или целая ветка, неизвестно. Или, ну, давайте так. Немножко окунемся в историчность. А вообще у многих наций были огнеметные танки. Да? И у США были огнеметные танки, и у СССР. Причем это были лидерами, насколько я понимаю, по серийному производству огнеметных танков и разработке именно этой концепции. И у немцев были огнеметные, да у многих были огнеметные танки. При этом большинство из них базировалось уже на серийных образцах. Ну, вот, например, у СССР были огнеметные танки на базе 34-ки. У американцев на базе Шермана были огнеметные танки. При этом, вот как было это реализовано на 34-ке? 34-ку, помните, да? Вот у него справа, если смотреть по курсу ее движения, или если с лобовой проекцией смотреть, слева, сидел пулеметчик-радист. Вот. И вместо вот этого пулемета в лобовой броне устанавливали огнемет. Там, ну, на определенное количество плевков, так называемых, он был рассчитан. Ну, в среднем 10-15 плевков он мог сделать. Вот, давайте я вам просто статью зачитаю, так будет проще. Ну, историческая справочка маленькая. По сути, это был обычный Т-34-76, на котором вместо пулемета в лобовом листе корпуса был смонтирован огнемет, то запаса огнесмеси на 105 литров хватало, чтобы произвести до 10 выстрелов на расстоянии 85-100 метров. Внешне такой танк никак не выделял среди линейных 34-ок. Так. Явным плюсом Т-34-ки с огнеметом стала возможность сохранить и мощную для начального периода Великой Отечественной войны 76-мм пушку. То есть первая вариация реализации огнемета в нашей игре это сохранение как у какого-то там типа танка его обычной пушки и как, например, у, я не знаю, там, у других танков переход в специальный режим, в котором они могут использовать дополнительные огнеметы в ближнем бою, да, при этом при ухудшении других характеристик танка. Ну, как осадный режим там у СТРВ-шки или типа того. Второй вариант это как у уже более поздних моделей, например, на базе 54-ки. Когда огнемет устанавливался в башню вместо основного орудия и большая часть танка заполнялась там огнесмесью. Такие уже танки, они там не на 100 метров плевались огнесмесью, а на целых там 270-300 метров могли плеваться. Вот. Но в дальнейшем как бы практика показала, что подобный подход можно изменить и доработать и уже если снизить, грубо говоря, дальность там до 200 метров, то можно и количество огнесмеси за один плевок меньше использовать и так далее и тому подобное. Все это дело развивалось и так далее. Я к чему это говорю? Что у нас в игре может быть две реализации. Первая это когда обычный танк имеет дополнительную механику с огнеметом, а вторая это когда танк должен приблизиться к противнику на расстоянии от 200 там, ну примерно 200-300 метров и на этой дистанции постараться его поразить. Скорее всего, чем выше уровень, тем дальше сможет плеваться. Если это будет ветка, конечно. Но в этом случае танк должен подобраться к противнику, это раз. А во-вторых, он еще должен в ближнем бою выжить. То есть у него должна быть хорошая лобовая, как минимум, проекция. Но и количество ХП для того, чтобы, ну, на ближней дистанции вести этот огонь. Плюс как это у нас еще будет реализовано. То есть чем выше броня у танка, соответственно, тем что. Ну, то есть огнемету, если смотреть, опять же, историческую спецификацию, ему пофигу. Он во все щели огнесмесь попадает и, по сути, выжигает даже танк изнутри. Хотя в основном эффективность огнеметов была обусловлена именно против пехоты противника. И почему огнеметные танки вообще сошли в конечном итоге на нет? Ну, просто доставлять огнесмесь таким способом, ну, не очень разумно. И гораздо эффективнее это делали те же самые бомбы, которые просто скидывались, они также распыляли огнесмесь и воспламеняли ее. Ну, или как позже это стали делать то же самое ракеты. По сути, это и поставило огромный жирный крест на дальнейшем развитии огнеметных танков. Вот. Но у нас игра как раз затрагивает тот период, когда все это дело развивалось, и как это реализуют разработчики. Будет ли это играбельно, интересно, и не будет ли это ломать баланс, мы узнаем только уже от самих разработчиков. Но, как говорится, вот вам все предпосылочки. Надеюсь, видео было интересным, и вы прожмете лайкосик. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok